Саша, ты профессор, и вот поэтому я этих профессора хочу попросить. Ты техническими делами занимаешься. Вот помнишь нашу фотографию, как ты мне часы подарил вот эти? И МАШ, Институт машиноведения, Академия наук, ты там профессор. И вот как профессора я тебя прошу, чтобы ты стихотворение прочитал. Как ни странно, о технике безопасности. Помнишь, ты мне как-то читал стихотворение про парашют? Что ты там имел в виду? Да, это я преподавал и преподаю в автомобильном институте, который назывался МАМИ. Там был очень мощный кафедр дизайна. Там были ребята, которые развезли художество. Но они же конструировали автомобили. Вот они приходят на занятия, я им пишу какие-то простые формулы, расчеты. Они говорят, вы нам формулы только не пишите. Это нам впадло, эти формулы. Вы нам вот так словами. Что же, как же они приводят? Они сейчас делают машину, она же может разбиться. А они думают, как она красивая или некрасивая. И вот тогда, чтобы объяснить им, что я имею в виду, я написал вот этот стихотворение. Скажите мне, красивый парашют? Раскрытый, а не сколканный. Вам ясно? Ответы от дизайнера все ждут. Красиво только то, что безопасно. О, шикарно, шикарно. Потому что можно красиво сделать. На одной ноге стоит дом. Некрасиво, потому что он сейчас упадет. А я хочу, чтобы мы с тобой провели мастер-класс для людей самых разных. И физиков, и лириков, и художников, и ученых. Самых разных людей, самых разных профессий. А даже и для самых молодых тоже. Для сохранения творческого долголетия. Техника безопасности. О том, как надо просыпаться. Пробуждение. Гигиена пробуждения. Чтобы целый день тебя ничто не могло вывести из себя. Помнишь, вот даже в народе ты говорил, с какой ноги встал, да? Говорят, да. Не с той ноги встал. Не с той ноги. Встать с правой ноги. А вот я вот изучал, 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 как психофизиолог. Что значит точка старта. Как надо правильно проснуться, чтобы целый день был у тебя великолепный. Чтобы ничто не могло нарушить твоего равновесия. Ну, ты, наверное, замечал, что когда ты в какой-то момент просыпаешься, ну, не с той ноги. Не вовремя. Не вовремя. Не в той фазе сна, да. Да, не в той фазе сна. Ты правильно. Вот бывает, что минуту еще доспишь, и уже выйдешь правильно. Ну, что ты там делаешь, вот, инстинктивно. Ну, я, например, когда просыпаюсь, ну, я чувствую, что я... Ну, еще бы мне минутку поспать. И в этот момент я опять вхожу, как бы, между сном и бодрствованием. И там даю себе новое представление, как будет день. И просыпаюсь уже с тем взлетом. И выхожу на этой волне. А вот много людей, которые не обращают на это внимания. Они не так сильно прислушиваются к себе, не занимаются самонаблюдением. И таких простых естественных вещей я не знаю. И не понимают, чего у них такое настроение плохое, что они так раздражены меня. Они понимают это. Оказывается, все дело вот. А в этом все и дело. И творческое долголетие, и физическая активность. А для женщин, и для женщин, и для творческих состояния... Да, да. Я думаю, мое выступление, я закончу стихотворение, которое мне очень нравится. У меня как раз дочке 30 лет. Я ей, так сказать, пишу. Эта женщина молода, просто она постарела. Эта женщина хороша, просто выглядит плохо. Эта женщина 30 лет. Значит, 30 до старости. Все еще впереди, нет, почти ничего позади. Воспоминания грустные от усталости не к лицу ей, им не по пути. Да ей прическу поправить, и губки подкрасть. За ночь выспаться. Утром на правую ногу встать. И Ромео опять на балкон ее примется лазать. И звезда ее снова возьмется сиять. Ну сбилась шагу какой-то единственный рот и красавица. Она поправится, сообразит. Три попытки, как в спорте тебе полагается. Осталась еще одна. Здравствуй, умница. Больше счастливой красавица. Все наладится. Ты до дна. А мне папа всегда говорил, когда я просыпался, он говорил, вставай. Это какая-то знаменитая фраза какого-то великого человека. Вас ждут великие дела. Вас ждут великие дела. Это очень здорово. Тут есть философ, коммергейный, будил. Вставай, ты граф, а свет уже получится. Вас ждут великие дела. Давай научим всех правильно по законам психогигиены в нужный момент просыпаться так. Обращать на это внимание. Обращать на это внимание. Я проведу специальный вебинар для людей и с ограниченными возможностями, и для молодых людей, и для творцов, которые все время заняты какими-то изобретениями, или рисованием, или пением. Для всех. И особенно для людей нашего и более старшего возраста. Чтобы дольше было творческое долголетие. Как правильно просыпаться. Как за минуту себя настраиваться, и как на этой волне восходящего потока выходить на старт. Сделаем это. Вот. Вот. Вот.